Отпечатки пальцев чаще всего ассоциируются с криминалистикой, но с этого года дактилоскопия стала обязательной при оформлении загранпаспорта нового образца. И это еще не все нововведения. Если с тех пор, как вы получили загранпаспорт, ваша внешность сильно изменилась, не беспокойтесь, что это вызовет сложности на границе. Теперь вас узнают по отпечаткам пальцев. Сканированию подлежат все граждане, достигшие 12-летнего возраста. Процедуру нужно пройти при подаче заявления и повторно при получении. Все современно и чисто. Марать руки не нужно. Стоит только нажать на специальный сканер. Это как раз самое-самое настоящее требование времени. Все мировое сообщество переходит на работу именно с документами, содержащими биометрические параметры. И паспорт нового поколения, он в сравнении с паспортом старого образца имеет ряд преимуществ. Именно этот срок действия увеличенный. Этот паспорт очень сильно защищен от подделки. И, естественно, степень доверия официальных лиц, контрольных, пограничных служб иностранных государств к лицу, имеющему паспорт с биометрическим параметром, гораздо выше. Желающих выехать из России ждет не только это. Увеличилась госпошлина. За паспорт старого образца нужно заплатить 2000 рублей. На ребенка до 14 лет – 1000. Паспорт нового поколения будет стоить гражданам 3,5 тысячи. Для ребенка – полторы. Для кого-то эта разница стала существенной, кто-то отнесся спокойно. Я об этом не задумывалась. Я даже не знала, на самом деле, сколько это стоит. Две с половиной, три с половиной, но мне без разницы. Заграничный паспорт нового поколения сегодня наиболее популярен. Для него и срок оформления меньше – от 22 до 27 дней, вместо 30 за старый. Процедура станет еще проще, если подать заявление через портал Госуслуг. Электронные документы рассматриваются в приоритетном порядке. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаметов, Республика.